Семьи героев Советского Союза и ветеранов соцтруда будут освобождены от оплаты за газ. По словам городского головы, освободив эти категории людей от оплаты, власть примется активнее бороться с неплательщиками. Сумма долгов за газ за 2011 год пока что полностью перекрывается объемом разницы в тарифах. Да еще и средства останутся, заверил заместитель городского головы Дмитрий Свиркин коммунальщиков и журналистов. Тем временем долги за нынешний год составляют 178 миллионов. По 2012 году сумма задолженности составляет 178 миллионов гривен. Опять же, с учетом разницы в тарифах, сумма задолженности около 110 миллионов гривен. Сразу хотел бы сказать о том, что мы входим в десятку городов Украины по уровню расчетов за потребленный природный газ. Да, сумма задолженности значительная, но и значительный объем потребления. График погашения долгов рассчитан до 1 января. Городской голова, в свою очередь, отметил в Запорожье немало горожан, которые хоть и состоятельны, но платить не хотят по разным причинам. Я ни разу не видел, чтобы мы показали жителям города небедных людей, которым не то, что нечем заплатить, им бывает лень это сделать. Понимаете, просто вот они иногда там раз в полгода платят, чтобы пришла исполнительная служба, описала бы у него имущество и реализовала его. Вот именно вот таких, которые ездят на иномарках, все у них в порядке. А пока теплосети вели переписку с ветеранами соцтруда и героями СССР, разъясняя, кто и как должен платить, городская власть настояла на том, чтобы семьи указанных категорий вообще были освобождены от оплаты. Семья и квартира, где живет герой Советского Союза, герой соцтруда, должно быть, как отче наш, 100% освобождена от этих платежей. Если там нужно что-то продатировать в соответствующие предприятия, сделайте расчеты, мы это дело погасим. По итогам года, я не хочу просто этих разговоров. По предварительным расчетам и графику, на 1 января следующего года долгов не должно остаться, кроме потребленного газа за грядущий декабрь.